Ярославский хоккей Ярославский хоккей Так что выбор Ярославля был для нас не случайен Наша программа продолжает знакомить вас с молодыми перспективными хоккеистами из молодежной хоккейной лиги Знакомьтесь, Рушан Рафиков, защитник команды ЛОКО Рушан, привет, меня Алёна зовут Здравствуйте Чтобы узнать о тебе побольше, мы хотим провести с тобой целый день Я надеюсь, ты не возражаешь Нет, конечно У нас сейчас тренировку, предлагаю вам посмотреть Пойдем Рушан Рафиков, защитник клуба ЛОКО Рост 188 сантиметров Вес 83 килограмма Родился 15 мая 1995 года в Саратове За сезон 2012-2013 сыграл 53 игры Забил одну шайбу и отдал 9 голевых передач Нам удалось посмотреть ледовую тренировку хоккеистов ЛОКО Сразу бросилось в глаза, что это одна из самых дисциплинированных команд молодежной хоккейной лиги Все указания тренера исполняются быстро и четко, без лишних разговоров Рушан является одним из ведущих наших защитников Играет в первой пятерке Является кандидатом в национальную сборную России У него хорошие перспективы В дальнейшем, я думаю, что он будет играть за основной состав команды в команде «Бирослава» Он дисциплинированный игрок? Нужна спортивная, конечно, наглость И у него это присутствует Потому что без этого в спорте не может быть спортсменом хорошим Все в меру, я считаю, и дисциплинированно И немножко, конечно, немножко не дисциплинирован, можно так сказать Ну а ты не считаешь, что спортсмен должен быть дисциплинированным? Ну, я считаю, что он должен быть дисциплинированным Ну, примерно на игре, если ты недисциплинированно сыграешь, можешь подвести команду И все Надо быть дисциплинированным везде, во всем А как он на критику реагирует? Ну, ребята молодые Они, в принципе, такие еще не устоявшиеся характеры Конечно, на критику все немножко обижаются Ну да, бывает, на тренировках что-то не получается, я злюсь И по ее клюшке по вортам Но у него получается совладать с собой в эти моменты? Не, он уравновешенный в этом плане, психологический парень уравновешенный Потому он и играет уверенно в экстремальных ситуациях Он командный игрок, заводит и ведет за собой один из лидеров нашей команды То, что Рушан пользуется большим авторитетом в команде, подтвердили и сами ребята Рушан всегда очень жизнерадостный и добровлюбивый Его исключительное качество, что он всегда может пошутить там, когда где-то в команде, где какое-то напряжение Разлетит установку своей шуточкой Сердце коллектива Добролюбивый Такой яркой характеристике еще не удостаивался ни один из наших претендентов Рушан добрый, отзывчивый парень Очень хороший друг, верный друг, надежный парень Если вы проиграли игру, и Рушан плохо держал оборону, ты будешь его критиковать? Ну, если это будет нужно, то да, в принципе, мы поддерживаем друг друга постоянно Поэтому я думаю, я подойду ему и скажу, чтобы он не расстраивался Я отработаю за него, исправлю его ошибку Так всегда взаимопонимание в коллективе Я за него исправлю, он за меня исправит Это нормально, только подбадриваем Если в процессе игры вы нанесли друг другу какую-нибудь травму, какая у вас реакция? Подъедем, всегда извинимся, скажем, что были неправы Командные доверительные отношения Вот такая дружеская атмосфера в команде Никто никого особо не критикует, не обвиняет Все понимают, что ошибиться может каждый Словом, все уже по-взрослому Как ты попал в блока? 10 лет я уехал из Саратова в Ярославль на просмотр Приехал тренер, после трех дней просмотра сказал, мы тебя оставляем Так я и переехал сюда, жить с мамой О житье-бытие здесь, в Ярославле, мы решили поговорить с Рушаном, гуляя по Ярославлю Но в начале попросили его показать нам знаменитый памятник хоккеистам Локомотива После авиакатастрофы, которая унесла жизнь хоккеистов Локомотива Было принято решение поставить памятник недалеко от арены Ты знал кого-нибудь из этих ребят? Да, Максим Шувалов, он тогда было 18 лет с его Какие у вас с ним были отношения? Ну, дружеские, вместе на базе с ним жили Хороший, добрый парень Жалко, что так получилось все А ты помнишь тот день, когда ты узнал об этой трагедии? Да, 7 сентября у нас была ледовая тренировка После нее мы зашли в раздевалку И тренер зашел, сказал, что команда разбилась Мы приходим сюда, смотрим на фотографии, на памятник Сразу вспоминаются события все Мы сейчас стараемся возродить ту команду, которая погибла Конечно, заменить их будет сложно, но мы будем очень стараться сделать это Этот день в Ярославле выдался морозным и солнечным И гуляя с Рушаном по старинным улицам города Нас не покидало ощущение, что мы находимся в каком-то сказочном мире Рушан, у нас с тобой такая редкая возможность И у меня, и у тебя, я думаю, прогуляться по этому замечательному городу Да, как бы редко Выхожу как бы сюда, на набережную Потому что много времени занимаю тренировки, игры, разъезды всякие Когда последний раз тут был? Где-то, наверное, летом Потому что сейчас вообще времени минимум свободного осталось А ребят собрать, погулять все вместе? Ну, я как-то собирался, звал их Не знаю, у них нет как бы особого желания Может быть, потому что они из этого города И мне очень интересно гулять Они все это знают, все это видели? Многие ребята из других городов приехали Я думаю, было бы интересно тоже походить погулять Какие твои любимые места? Ну, вот, набережная Там чуть-чуть подальше будет Стрелка называется Там очень красивый вид открывается На Волгу Какой город больше любишь? Ярославль, конечно, красивый город очень Ну, я как бы приехал из Саратова Детство все провел там Мне больше Саратов все-таки нравится Ярославль, я не спорю, конечно Красивый очень город Много мест, куда можно сходить, погулять Девушки в Ярославле красивые? Да, очень Ну, и в Саратове тоже неплохие Я хотел бы попробовать свои силы за океаном Ну, как бы за свое будущее Я связываюсь с Локомотивом У меня еще контракт с ними два года Пока не думаю об отъезде В каком клубе бы хотел играть? Ну, меня задрафтовали Калагари Флеймс Поеду туда, наверное, вот летом В лагерь новичков Попробую свои силы там А ты где-нибудь учишься? Да, здесь я учусь В педагогическом институте На физруках То есть, если с хоккеем не получится Станешь учителем физкультуры? Да я даже об этом не думаю Я думаю, с хоккеем все должно получиться Хотите, мы прогуляемся до Стрелки Тут не очень далеко С удовольствием Стрелкой в Ярославле Называется часть набережной Которая находится на возвышенности И оттуда открывается Такой красивый вид на Волгу Что просто захватывает дух Вот это место мы пришли О котором я тебе рассказывал Смотри, как красиво здесь Здесь очень красиво И так романтично Сюда бы любимую девушку привезти Захотелось бы, но Она сейчас не здесь, не со мной А где она? В Саратове Сейчас все сложно у нас Как бы она не может приезжать сюда Ко мне Учится там Я по возможности приезжаю в Саратов Ну когда Летом, на Новый год Так и живем Как ты свое будущее видишь? Какие у тебя мечты? Мне хотелось бы играть в Канаде В хоккей Забрать ее туда с собой Как ее зовут? Аня Несмотря на яркое солнце Мороз заметно усиливался Воздух был такой прозрачный Что купола церквей ярко сияли Золотым светом И этот блеск был виден За несколько километров Рушан, с родителями часто гуляешь? Ну, не часто получается Потому что папа живет в Саратове А мама здесь Алена, сейчас очень холодно Мне кажется Пора уже ехать Ко мне Выпить чашечку горячего чая Нас там жут родители уже С удовольствием Я тоже очень замерзла Да, поехали Алена, проходи Будем знакомиться с родителями Знакомьтесь Это Алена, мой друг Мама Ирина Здравствуйте Очень приятно познакомиться Мама Ирина Рафикова Учитель физкультуры в школе Отец Руслан Рафиков Индивидуальный предприниматель Как Руслан попал в хоккей? Кто его привел? Кто был инициатором? Ну, как бы сказать Инициатором-то Мы вместе с мамой были Мы оба спортсмены Как это называется бывшие Старший брат Который занимался тоже хоккеем Пошел по стопам старшего брата И пошел в хоккей С четырех лет На улице что? Сразу клюшку взял И пошел Коньки одел То есть сразу понравилось Его не заставлял Никто Он сам звал Чтобы его вели Руслан, а ты помнишь Когда ты маленький был Эти моменты? Смутно помню Я помню, что много падал Вывели его на лед Он сделал ровно два шага Через два шага Он шлепнулся Дополз на четвереньках До калитки Открыл и сказал Все Я больше не хочу Сегодня хватит Да Но в следующий раз Он уже не противился Пошел нормально Понравилось Мы начали ходить С 92-м годом Тренировки были в 6 утра Вот мы в 5 его поднимали Папа нас довозил до дворца Мама сидела практически Спала на трибуне А мальчик играл Как ваш сын попал в локомотив? К 10 годам Мы почувствовали Что нужно расти И в общем-то мы решили попробовать в локомотив Но не только просто в локомотив А именно к тренеру Казакевичу Николаю Станиславовичу И когда мы сюда приехали Конечно было немножко страшновато После первой игры ребенок вышел Причем уже с вещами Я так подумала про себя Думаю, ну все Видимо мы не подошли Сейчас мы поедем в сторону дома Ну вышел Казакевич и сказал Что вы нам подходите Вы остаетесь И вот уже к 1 июня К началу сезона Мы прибыли сюда Михаил это очень хорошо То, что молодые ребята развиваются А уже потом подпускают Вросле И уже они сами здесь Уже мужа это Михаил А может быть вы вспомните Какую-то интересную историю С вашей хоккейной жизни С сыном В Сочи Ребенок был у Путина в гостях Ну у всех там Вся команда Они ездили Где вы были Бочаров Ручей Ну его загородный дом Там были звезды хоккея ССР И он нам пожелал удачи Дал на путь Сам тоже на одной игре присутствовал На первой В которой мы выиграли И это вот фотографии Вот сейчас вот они были в ноябре В Канаде На турнире Молодежной сборной России Три выиграли Три проиграли Значит ничего собрали Все сыграли По пачкам После этих поездок Какие впечатления остаются? Самое положительное Играешь на другом уровне В сборной Это совсем другое Это не как В клубе тут играешь С русскими командами Там ты уже едешь за рубеж И играешь С канадцами С шведами С финнами Они совсем пропагандируют Другой хоккей И с ними интересно играть Напоминаю нашим телезрителям Что молодежная хоккейная лига Учередила приз Лучший парень молодежки Смотрите наши программы Выбирайте самого достойного И присылайте его имя На нашу почту Какую черту характера Ты больше всего ценишь в людях? Сила воли Какую не приемлешь? Предачноство Какая черта твоего характера Тебе нравится самому? Наглость Что бы ты хотел в себе исправить? Если бы приплыла золотая рыбка И сказала, что исполни Три любых твоих желания Что бы ты попросил? Выиграть кубок станды Стать олимпийским чемпионом И все Это был Рушан Рафиков Защитник клуба ЛОГО Очередной претендент на звание Лучший парень молодежки С вами была Алена Ефимова И программа Персона Града Продолжение следует...